Один хилер в команде. Один. У них хилят только Содак. У него есть Престы, у него есть Друид. То есть, например, если убрать Куве, и там вдруг Элвин научится нарисовать Друидничную играть поверх, и подрубается, например, какой-нибудь есть маг, есть Варлок... Ну, скажем, подрубается даже. Есть Элем. Какой-нибудь Ферал, наверное, даже. Ну, Ферал было бы неплохо. Вот именно какой-нибудь Ферал, который ещё умеет играть, например, на Ханте. Ну да. Что-нибудь такое. То есть есть какой-то... Хотя нет, Хантер им не особо нужен. Ну, скажем, даже Ферал Мункин. Вот просто Ферал Мункин. То есть уже какая-то такая интересная опция. Ну, хотя бы просто Ферал, т.е. Акролозу хотя бы просто неплохо, потому что Фералы сейчас себя очень хорошо чувствуют, даже более чем. Да и играть, то есть, выполнять какие-то минимальные функции на Ферале не так сложно. Да, класс на самом деле далеко не такой простой, как может показаться. Реально не такой простой. То есть просто так ты не пойдёшь играть с Фералом и не возьмёшь что-то, например, если ты так просто идёшь играть Элема. Соддых пишет сейчас такой, не пропусти свой бан, потому что осталось всего 1 секунда и... И... Невероятно, ему забагал. Помнишь, бывало такое, что подбагивает иногда, что бан проходит, но вот именно таймер заканчивается. Убирают они именно руки. Ну, Кис, Крилл. Сейчас дело Кис, наверное, пойдёт. В другой стороны, они могут взять... Соддых, можешь взять Рестор Друид и посмотреть. Если помнишь, если не ошибаюсь, Кис с Криллом играли с Соддыхом на... Я думаю, что это будет Рестор Друид тоже от Соддыха. Или Африлл. Это будет либо Кис, либо Хрилл. Или Африлл. Я Соддку даю, я Соддку даю. Ну, они могут не пикать ни Хрилл, ни Хриза, они могут спокойно взять Сназа и посмотреть, что будет. А я тебе Соддку даю, что это Хрилл или Кис. Прям Соддку. То есть они возьмут кого-то из них и будут уже дальше, да? И, скорее всего, это будет Кис. Кис, чтобы он играл в каком-нибудь ЛСП. Ну... Как пример. Почему бы и нет? Да и в том же ЛСД тоже можно играть, если, конечно, Друид не забанится. Хотя... Ну, тут немножко даже спорно. Стоит ли брать всё-таки Хрилл или Киза? Потому что сейчас я подумал немного. Ну да, это есть Кис и два Элема. Опять же, банные пики одинаковые. И будет Элема от Сентлайна, да. Понимаешь, что всё-таки... Ну, бессмысленно играть в этом сетапе Рога с Локом. Но не то это. То есть в каком-то другом сезоне, да, Варлок... Ну, если вспомнить Катаклизм, то Варлоки там были просто нереально другие. Первое, что стоит отметить, что Доты Варлока с Пандарией Катаклизмом дамаг не сильно отличается. То есть если, конечно же, там кинуть фулл Доты и начать туда Дрейни, то да, дамаг будет намного выше. Но вот если просто сравнить обычную пачку Дотов, что в Катаклизме, что сейчас, разница не совсем такая прям нереальная, как было раньше. То есть они почти одинаковые, что в Катаклизме, что сейчас. И раньше Варлок имел шанс играть в МЛэше, там, ну, да где угодно, потому что, ну, грубо говоря, его Доты висят, и по нему другой класс бурстит спокойно причём. Банится, кстати, Содах. То есть Содах будет играть на Престе и... И, кстати, самый-самый верный бан. Как раз вот про что я задумался, когда я сказал. Идеальный бан, да? Ну, скорее всего, это идеальный бан, потому что отменяется сразу Крилл с Кизом. Но, опять же, это не идеальный бан, потому что есть Афли Варлок. А бан Афли Лока со стороны 2nd place. То есть они такие... Ну, здесь это дефолт, это классика. Ну да, то есть, ребята, вы можете опять идти в ЛСД с Дистрактом, но я не думаю, что вообще это получится. Фирал, Снац играет на Фирале сейчас. Оу. Неожиданно. Почему, наверное, не решили играть ЛСД с Престе? Ну, знаешь, это будет сильный сетап, на самом деле, Фирал или М3С. Это будет сильный сетап, очень. Да, Снац вроде поиграл на Фирале, но не то, чтобы быть сильным. Но, опять, да, повторяю, это не сетап. Этот сетап, по-моему, не Боитаров был, а его открыл там на Америке, Крилл начал играть как раз, если я не ошибаюсь. Причём Крилл играл на Хилле. То есть, он Крилл играл Хиллом, может быть, с Кизом, а может, и с Снацем они играли. Ну, где-то я видел, что именно Крилл играл, причём ещё давно, именно в этом сетапе. Вроде так неплохо. И это, кстати, ну да, это, получается, Элем, Фирал, Холи, Прист и мутилейт Рога. Ну, похоже, да, только разве что Роги отличают. Ну, это Рога как бы Фирал, немножко по-другому. Так, что мне тут даёте? Вы должны кого-то... Вы должны заинвайтить... Лидия надо, да. Да, я, в принципе, сейчас заинвайтчу просто Сент-Лайна сюда и всё. Я заинвайтчусь... Я него вот и Мага, по-моему, заинвайтил. Надо релогнуться будет на Элема. Да, ему нужно будет релогнуться на Элема, нужно ему перезайти. Вообще, состав такой, мутилейт и Лем. Ну, почему опять же мутилейт? Может, что-то, знаешь, как-то... Может, не видит он смысла в Шэдоу Роге вообще? Ну, в Шэдоу Дэнсе. Ну, Шэдо Рога, ну, просто прикол в том, что она именно бурстит хорошо. То есть... Бурта она даст лучше. Ну, с другой стороны, Лем тоже сам по-моему. Если мутилейт Рога сможет кого-то трейсинг навести, именно такой туннельный, а Лем как-то подработать в какой-то момент... Кто знает, кто знает. И, кстати, заметил я, что любит Холиспек Содах. То есть, ему нравится. Есть присты, которые... Мы только в дисциплине, а есть... Содах... Содах хорошо. Так, Элве Лидер. Точнее, не Содах, а вообще Холиспек, мне кажется, хорошо. Он вписывается в концепцию вообще всех спелкливов. То есть, я помнишь, мы как-то с тобой размышляли, что вот дисциплина хорошо брать там под всякие ПХД. Под ПХП. Ну, это все-таки не спелклив. Ну, как бы... Да, ну... В принципе, да. Холли Прис, он может этим частисом, и с фиром под частис, он может, в принципе, позволить ему какие-то такие мувы сделать. Это просто дает ему нереальное преимущество. Ну, Холли Прис, она дисциплина Прис, потому что ты даешь частис, подбегаешь, фиряешь. Ну, опять же, у Эвы, конечно, есть Вотв, и юзаться он будет исключительно на фир от Содаха, поэтому, ну, не крайне страшно будет для него идти часть из фиры, но, опять же, ты Вотвнул, но 30 секунд ты тринкет не можешь юзать, тебе там может зайти... Хотя, вот, Хекс это не зайдет, Хекс в лово не зайдет, но, опять же, фирал тут смотрится намного сильнее, чем рога, потому что фирал, он и есть фирал. Угу. Ту же рогу можно, фирал может прыгнуть неожиданно на рогу, вроде рога себя чувствует, окей. Лев такой, говорит, я иду в рогу, фирал такой, просто из ниоткуда прыгает, либо дает стан вообще 40 ярдов, либо прыгает и дает баш, и потом поверх этого башера идет отработка пороги. Если он фэнт не нажал, считай, и хилер в каком-то, хоть в каком контроле, а ихний хилер может находиться в каком-то контроле, если, например, ну, представим момент, что бежит в фу фире сентлайн, ну, без тринкета Тримора, например, в неприятном, супер неприятном фире, и, например, в это время убивают рогу, и почему бы не дать НС Хекс тот же по листу? ДР никому не запорешь, поэтому страшного, в принципе, ничего не будет. Даже если его снимут сразу же, ну, окей, как бы, ладно. Проблем с этим никаких не должно быть, ну, посмотрим. Сетап этот, я уверен, что должен играться именно с ШД Рогой, обязательно с ШД Рогой, потому что сетап этот рассчитан на буст, и Лем тут должен, скорее всего, вместо хосты, искусности, чего-либо набирать максимальное количество крита. Хосты там надо сколько-то придумать, но все равно именно набирать большой шанс крита, потому что Лем может ваншотнуть только когда у него критуют сверкание или ментал бласт, а на них, к сожалению, шанс крита у Лемов не такой большой. Кстати, если я не ошибаюсь, НС именно добавлял себе Ферала, именно Ферала. Он какую-то спеку набирал-то, я не помню, давно это было, и, наверное, как-то, видимо, подыграли где-то, конечно, они на нем. Ну, может быть. И опять же, Фералом, вот, Фералом вписался бы лучше, по идее, Хрилл, потому что Хрилл бы не смог играть с Фералом. Ну, Ферал, там, например, Ферал ШП и Приск, или Ферал ШП и Друид, это, ну, очень-очень плохие сетапы. Почему? Ну, потому что тут нужен Ферал ШП, нужен именно Шаман. Шаманы себя отлично чувствуют в таких стапах, как Сыр Мастер. То есть подхиливают по чуть-чуть. 20 секунд до начала арены. Нельзя Шамана назвать именно суперплохим хиллом, или, там, каким-то, ну, реально, когда бывают сезоны, где, например, Плесты плохие хилли. То есть тут нельзя Шамана назвать именно плохим хиллом, потому что именно с двумя ребятами он чувствует себя более чем. 10 секунд до начала. А здесь, как бы, у Соддыха еще есть два помощника таких небольших. И финальный счет. 5, 4, 3, 2, 1, go. Чувствуете, он у тебя будет, конечно же, тоже окей. И смотрим, смотрим. Кстати, сейчас, наверное, будет какой-то опенер, они, в принципе, же могут что-нибудь придумать. Вот они бегут, 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 бегут. И Шейк дается, и не в ту сторону, не в ту сторону. Опен будет. Однако, Соддых в сапе, Шаманисик сразу же нет, Шаманисик он решает не нажимать. И Снац не открывается, его вообще фернули в инвизио. Он тринканул, причем этот фир, слушай, причем он еще и триморнулся. Сразу видно, что Снац какой-то такой, ну, не сразу он был готов отыграть на фирале. Стоит он еще и в стане, под мини-фулами, пороги он идет, ну, как-то пока что Снац... Хотя, выбивает он свой эвейджин, и Рога еще и ванчет поверх. На Шаманисик кис так и не нажал. И, смотри, у Санвайна же дело проблемы были, потому что подрубился скорее всего. Ну, его просто вливают, Шаманис. Сразу же Шаманисик сразу же улетает. Ну, по Кизу ответка, однако, что Карен у нас стремительно идет, и уже сдан Хилинг Тайт от Киза, чтобы подхилить у себя и Снац. Киза, самое важное, будет ли Коша, дается туча, даже хорошая, красивая туча. И демыш, и деф, и сразу... Барскин, барскин прожали. Но дисперсии от Снац не было, и даже он, наверное, не думал даже вообще нажимать ее. Барскин сейчас закончился. Знаешь, вообще, Рог с Сулемом иногда как-то могут очень, прям, знаешь, особенно вот с этим, когда станчик такой, знаешь, порогает неприятный на 3 секунды, но такой может быть супер не в тему. Даже на 4 секунды. Да, да. И Берсу теперь подрубает Берсу по Роге. Сентлайн, Фул Хек, все статьи не выходит. Есть еще и Фейн, но демыш ждет супер маленький. Хватит ли это? Хватит ли? Хватит ли? Наверное, еще Сла будет. С Кошем хватит. Не, 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 не должен быть Слах ни в коем случае, потому что там слишком много отдали. Часть еще, еще, может быть, небольшой эфир от Синды. Ну, сейчас, наверное, что-то будет и эфиряет. А, фу, Фир! Ну, это... Не, ну, Рога Ванеша, Рога Ванеша, в принципе. И Тримор, и Тримор был от Сентлайна. Да, ИС открывается по статусу, причем, смотрю, как больно. ШВ он дает. Летит, летит, и летит эта лема, там, такое, второе, третье, четвертое, пятое, но... Ну, в ШВ не пробить соло это никак. Знаешь, присты, кстати, так еще поддомливаются вместе, но, смотри, Элвин остакивает сейчас абсорбы, но на своей команде. Поможет ли это, ну... Смотри, там, Кис между телом там раскустовал не слабо, а вообще прям с молниями, с лавобурстами. До сих пор он их накидывает. Кис, знаменит тем, что у него лавобурсты прокают вообще без кулдауна иногда. Поэтому не стоит про него тоже забывать, потому что спину, спину наковырять он сможет, причем более чем. Вот как вот, знаешь, вот как идет матч, как вот... Есть у какой-то команды определенное преимущество? Преимущество, конечно же, есть у Ферала, это 100%, но нельзя списывать команду с у Сунтайна со счетов, это уж... Это тоже 100%, потому что... Ну, как были вот до этого матча, да, у Сунтайна, ну, шансов... Ну, один шанс на победу, если... И тот шанс, скорее всего, будет выражаться именно в дисконнекте. Однако, Кош нажимается, 10%, у него до сих пор подыгрывают. Эр... 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 Есть слабы, наверное, да, слабы есть и... И... Тринка слабы, в принципе, спасают... В принципе, сейвы... Потому что, смотри, дизориант три секунды же, да? Три, да, а часть эту... Часть из три, это уже шесть секунд просто с ничего, просто с ничего. Потом может, например, быть еще циклон на шесть. Потом может быть еще что-то там... Это как бы... В принципе, да. То есть из ничего, например, секунды 12 контроля не могут взять. И Кис, кстати, без маны. Видимо, откидывание он не спамит. Но учитывая, что в Сунтайна команда дефается побольше, по идее, откидывает он частенько. Ну, чтобы откинул Ферала, чтобы... Стоит отметить, что Содых, так сказать, посередине отошел и отпил еще 30% маны. Ну, знаешь, он себя чувствует более, чем Шоколаде. У него сейчас небольшой въезд с Фаснаццо, с Ферром по Содыху. По Содыху триморится этот Ферс сразу же, без каких-либо проблем. И Содых... Ну, он вообще не чувствует, что какая-то проблема у него есть. А вот Акролоза, проблема летит в него. Элемент Луглас, только хотел сказать, Сенецкий полетел в него. Элемент Луглас, еще и с высыпы до поверх, со сверканием. И, по-моему, даже не долетел, и сверкание, возможно, кретонова. А Элой собирался отпиться. Ну, вот против Ферала Элема отпиться сложновато. Просто да, если Ферала хочет закрепиться... То есть, смотри, вот по мане, Кис за 5% ман, у Сунтайна на 90% ман. Ну, это почти не важно. Что это вообще означает? Что Кис хилил? Ну, или вообще не откидывал. Либо, что он в какой-то момент подхиливал. Ну, по-моему, я не вижу, что он вообще хилил. Скорее всего, он просто не нажимал откидывание вообще. То есть, ты можешь подстрицать, но это абсолютно не важно. То есть, это важно только тогда, если... Вот если Элему хилить не надо, не важно, сколько у него маны. Хотя, один раз, конкретно один раз, я помню, у меня было, что я нажимаю фулы на это, не посмотрел на ману, потому что, ну, что такое за стат мана для Элема. Не посмотрел на ману, рубил фулы, дал лаву бурст, и прям могу взять и убить, а у меня маны нет ни на что. Такое бывает? Да, такое бывает, но это, скорее всего, потому что, наверное, кто-то начал играть Элема. Сейчас, как бы, если я вижу, что есть маны немного, я просто стараюсь либо просто так нажать, откинуть, просто так, без смысла, тупо на ману, либо откинуть кого-нибудь, откинуть кого-нибудь хоть как-нибудь, то есть, опять же, без сильного смысла. И да, Кис, написали, что Кис Керинг, ну... Закерил за тем, что у него вылетело там. Ну да, но, кстати, сверкание у него, скорее всего, кретонуло, потому что Элементл Бласт еще не дошел до цели, а сверкание, ну, оно кретонунуть может на 100 тысяч, причем легко. Просто 100 тысяч может вылететь с одного сверкания, а то и больше, потому что сверкание, оно тоже может дублироваться, причем дублируется, оно не летит, как лаву бурстом, вылетает один, а прилетает два. Сверкание может дублироваться так, что он кретонет там, ну, что второе сверкание кретонет, это, наверное, прок раз на миллион, что и дублируется, и что два крита будет, и плюс сверкание оно дамажит так, то есть... Почему раз на миллион? Ну, потому что, смотри, шанс на то, чтобы прокнет... Ну, это зависит еще, конечно, от перековки. Шанс на то, что у тебя прокнет, например, двойной касс, процентов 35. Шанс крита у Элема, если он не одет в крит, 10%. То есть, одна третья шанс, что кританет вообще сам, первый, то есть шанс 10% на крит, шанс 35% на дублирование, и шанс того, что кританет оба сверкания, и дублируются они, то он крайне мал. Ну, может, не раз на миллион, но раз на 10 тысяч уж точно. То есть, ну, например, лаву бурст, он критует всегда, независимо ни от чего, даже теперь от фаешока, но фаешок обязательно иметь, потому что демидж лава бурста поднимается. Чтобы, да, чтобы проки были. И проки, и демидж лава бурста поднимается еще и на 50%. Ну, его можно подкидывать иногда даже без фаешока, чтобы получить два бафа, два бафа клеер-кастинга, которые увеличивают дамаг с любой обилки на 15%, что тоже важно. Угу. 20 секунд до начала арены. Ну, посмотрим, что здесь может изменить Даларан. Тут будут пацаны летать. Будут пацаны летать много. Причем, кстати, я даже не знаю, почему они выбрали Даларан. Учитывая, что у Снадзе тоже Тайфун есть. Да, у Снадзе, во-первых, есть Тайфун, и, во-вторых, Шедоустеп, ну, грубо говоря, Шедоустеп не такой же, как у Роги, только он там летит, а не моментально портал. 10 секунд до начала арены. И поэтому он шестится, ну, или там, подпрыгивать может раз в 15 секунд, а Акролос раз в 20 с чем. Угу. И финальный отсчет. Возможно, последний на сегодня. 5, 4, 3, 2, 1, go. Появляется, правда, у нас такой неприятный водопад на центре арены, но я думаю, что он должен как-то повлиять на что-то. Ставится сразу же Холли Уэлл, но нет, играть в него, видимо, никто не будет. Неплохо было для Снадзе поиграть. Он же может убить быстрее, в принципе. А флейншок можно туда повесить? Нет, флейншок никогда вообще на ее никакие тут не вешать. Но это абсолютно не важно, потому что молнии, сами молнии под пробками Клэр Кастинга и Крита, то они дамаживают не особо меньшим лабур. Кис, смотри, подрубается под фулами, со всеми фулами идет он в Рогу. Идет он, кстати, неплохо, Кошу отдает. Там фейнт, фейнт, фейнт. Рогу пока поживет. Однако Элви... Однако, смотри, вот Фуит, Акрололс и Элви у нас, в принципе, это тоже. Там такой фулт-стан заходит неприятный. Шаманистик, зубы! Какие зубы? Просто столько кулдаунов летит. Зубы с Шаманистиком, это, конечно, супер-мега-щелдволт. То есть, да, у них невозможно. Акрололс юзает клинки по Снадзу и работает. Но нет дэмэджа почему-то от Сэндлайна. А Сэндлайн не дамажит. Ну, Сэндлайн только что переживал небольшой прессик на себе. Опять же, Ферия Содак с Роллс-фейсом. И смотри, подрубается Сэндлайн, если не ошибаюсь, да, подрубается он со всем, что есть. А стоит почему-то элементом бластом. А ему лавобур закрыли, элементом бластом, да, все правильно, да. Почему-то стал элементом бластом, потому что лавобур ему гикнули. Изерина на всех закрывает фулы. Смотри, команда 2плайс тоже на фулл хп. Они все стоят вместе, то есть такое просто мочилово идет, примерно там, знаешь, на такой на квадратный метр приходится по 2-3 игрока, иногда больше. Тут вообще такая просто мясо, а все отлетают друг от друга. И Сэндлайн, знаешь, в чем фейл его фуллов и фллов Киза, в что разница? Киз нажал фуллы, когда не было такого месилова. Да. А вот когда такой месилово идет, там, ну, сам понимаешь, подлосать, можно бить дезориента, можно откинуть. И я замечаю, кстати, довольно-таки часто Киз закидывает хорошие такие вот эти тотемы, станящие на всех. А Сэндлайн, я замечаю, что вот у него как-то он ставит тотем, но он никогда не взрывается вообще. То есть вот он всегда ставит стан тотем, но он никогда не взрывается. Я не знаю, он отменяет вот такое ощущение? Ну, возможно, его, видите, отменяют, потому что, как бы, не отменяет даже, а случайно переставляет другое. Потому что я, наверное, таких 10-10 уже таких стан тотемов от него видел. Киз переставляет, потому что я не знаю. Киз, киз вроде... Киз не переставляет другое, но ставят в пачке, такой вариант тоже есть, но это, как сказать, не следят за этим. Кстати, дабл-контроль сейчас на команде Сэндлайна, по Ухексу, Сва Порошова с Рогой. Но, опять же, вот игра идет у Содоха, ну, вот снова, я думаю, чисто по приколу. Скорее всего, даже не по приколу, а чтобы дать части самому фигуру. Да, крылья, кстати, такие, эти, перышки слили. Сейчас будет масс-фир, кстати, на всю команду Сэндлайна, я думаю, возможно. Нет, Содоха уходил в инвиз, но почему-то решил им не херять. Я на стакер какие-то шилды, в аниш уже дается второй от Акрололза. Ну, не знаю, тут все... С Индоприколом так играет команда в Сэндплейс, мне кажется, что им даже нравится эта арена, то есть им просто нравится сейчас играть. То есть они играют, получают удовольствие, такое ощущение. Ну, может быть, потому что... Акрололза вжимают, он сидит, на нем довольно-таки хорошая дота от Ферала. Ферал возвращается на него, у Элви нет Тринкета, есть только Водфмана, не так много. И Креп Ванич, он еще и жмет. И Дабл Стан еще заходит, будет ли сейчас что-то поедать. Элви Фулфир сразу же Водфается, нет ни Тринкета, ни Ферра. И подрубается Сэндлайн сейчас, что у него получится, посмотрим. Дамедж Сэндлайн, в кого кастует, ну, разряжается. Я ему глаз дал, но он не квитанул, да и не подамажил особо, потому что там был шамалистик. Там ударил тысяч на 25, и не больше. Ну, Киза отдавшим анистик с таким ОКФС. У Элви, кстати, между делом, ноль маны. Подрубается теперь Киза и сбивается ему Лава Бурсту, опять же, с косотным элементал. И сейчас будет спамить Лава Бурсту, срочно надо убегать в Лосс. Обязательно надо убегать именно в Лосс онлайну. У Элви Тринкета нет, у Элви Тринкета точно нет. Сильная контра, крайне сильная контра Вурстов и Лема, это просто убежать в Лосс. Ну да, лучший способ. Причем лучше всем сразу. Ну да, чтобы не было таба и в кого-нибудь еще. А в Акрололзе юзает он клинки, по Содоху, кстати, идут. Так, между делом, 10% в Элви Фул Фир, 5% и скорее всего это... Акролол добивает в Кош прям, потому что Киз не смог сыграть в Кош. Это на сегодня финиш, увы. И, к сожалению, из всех матчапов, что сыграла команда Just In Time, выиграли они только один, и причем первый самый. Да, первый самый, когда они сыграли РЛП, сыграла против ВЛЭша и... Ну знаешь, и там, как говорили, там Хак Саныч, это у него там было не то. Ну да, ну мы видели, что с Танами он миссил, миссил причем очень часто. Хотя один момент мне бы очень понравился, Элви такой бежит, 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 бежит. И раз случайно разворачивается в другую сторону, но и не случайно, чтобы протонуться. Просто непонятно, откуда он принял это решение, что ему надо именно протонуться. То есть и бежит он еще и под спринтами. И в это время Шокуев кидается, и кидается мимо. В ту же сторону, куда он до этого бежал. И, к сожалению, да. Неприятно, наверное. Наверное, это неприятно. Ну, что ж, бывает... Можно посмотреть даже турнирную таблицу, что там примерно и как сейчас получится. Ну, для команды Сент-Лайн... Ну, турнирную таблицу, это можно... Ну, да, для них, конечно, это крайне неприятно. Что ж, друзья, у нас четвертая неделя подошла у нас к концу. Целый месяц Лиги Аренд прошел. И еще будет две недели группового этапа. И через две недели, когда они закончатся, мы уже приступим к дабл-эллиминейшену. Это уже будет совсем другое дело. Там уже ошибаться... Ну, один раз можно будет ошибиться в дабл-эллиминейшене. Попадаешь в лузер-брекет, а вот там уже, так сказать, игры будут играми вообще. Ну, да. С другой стороны, сейчас для некоторых команд может решаться, попадут ли они вообще в дабл-эллиминейшен. То есть, они тоже могут вылететь. Какие-то команды уже, в принципе, шансов не имеют. Какие-то уже практически себе обеспечили участие, да, на второй фазе турнира. На следующую пятницу у нас будут... Ну, скорее всего, расписание особо не будет изменяться. Ну, иногда какие-то могут команды там подфикситься, поменяться. Но, скорее всего, расписание будет таким, как оно сейчас есть. У Кул Стори у нас откроют следующую неделю, пятую неделю, Лиги Арен. И играть они начнут сразу против команды From Cycle is Love. После этого команду Кул Стори, которую, кстати, недавно, ну, можно сказать, укрепил Венжи, потому что все же он к своим тиммейтам, да, то есть к своим основным тиммейтам он вернулся. Играть они потом будут против команды Гидры. Потом играет Гидра уже против Toxic Chaos. Потом, так сказать, суббота она в основном будет уже за командой Мухоморов. То есть играть будет Mushroom Company, они играют будут против и Bleached Bones, и против USA, и против Sony Kids. Но между... в перерыве каком-то сыграет опять же Гидра, и сыграет он против команды From Cycle is Love. То есть тоже там какие-то... ну, для Гидры, так сказать, многое станет ясно. Это даже будет последняя игра для него, то есть, ну, которая, знаешь, может решить. А будут ли у него шансы? Ну и потом у нас будет жаркое воскресенье. Начинается оно с игры Нафиг From The Beach против сразу немцев, то есть одних из фаворитов группы. Потом пляжники играют против команды Evil Genius. Потом Evil Genius играют против Cool Story. И потом еще не менее эпичная игра Evil Genius играет против команды Zirian. Воскресенье будет таким, как, знаешь, там будет жарко, как у Диаблуса дома. Я думаю, у Диаблуса дома пожарче все-таки будет. Но он как бы ПВП страна, поэтому, ну, везде горит огонь. Но у нас, к сожалению, тут жарко не менее. По крайней мере, в данный момент. Это да. Ладно, ребят, портал Prestige Gaming, вот такую нам Лигу Аренд сделала. И это Лига Аренд будет еще идти долго. Еще будет и второй сезон Лиги Аренд. Ну, об этом, конечно, всем позже, когда закончится лето. Где-то в сентябре уже, в конце сентября, скорее всего, второй сезон Лиги Аренд начнется. Ну, куда до второго сезона, пока еще у нас первый в самом разгаре. Прямо в самом-самом разгаре. И большое спасибо Plantronics Gaming за поддержку. ITMOSG.ru, место, где вы можете найти, или, так сказать, найти работу, или найти себе каких-нибудь работников. По IT-сфере, конечно же, гильдию Bleach Bones за увеличение призового фонда на 15 тысяч долларов. И гильдию Nafic from the Beach за предоставление первоначального призового фонда в размере, опять же, 15 тысяч долларов. И большое спасибо вам, зрители, просто за то, что вы с нами, за то, что вы следите за своими любимыми командами, за то, что вам это интересно, и за то, что вы своим присутствием в стриме поддерживаете просто русское комьюнити, русские, так сказать, русские турниры и организацию всех этих турниров. Большое вам спасибо. Встретимся мы в пятницу. Расписание, скорее всего, закрепится уже сегодня на новостной ленте, как и в разделе Лиги Арен. И, конечно же, сегодня где-то через минут 5-10 добавлю все очки, которые сегодня у нас, так сказать, разыгрались в группе команды Just In Time. Кому они отдали очки, с кого они там лутнули, с USA, USA, 1 point. И комментировали для вас Готик и Калач. Большое вам спасибо, друзья. Увидимся мы через 5 дней где-то. Через 5 дней в пятницу. До новых встреч. До пятницы.